Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей школе будущего. Продолжая рубрику «Правитель пришел», и сегодня я хочу поговорить о чине Мелхиседека. Дело в том, что тот мессия, который придет, он как раз будет священником по чине Мелхиседека. Но не все понимают вот этот вот термин, мне бы хотелось разобраться с этим. И я сегодня в этом видеоматериале хочу с вами поговорить об истинном богослужении, об истинной молитве, поскольку много уже как-то сказано, но недопонимание есть в этих вопросах. Итак, кто такой священник по чину Мелхиседека? И какие есть цитаты, связанные с этой личностью? Итак, послание к евреям, глава 7, стих 13, «По подобию Мелхиседека восстанет священник иной». И в псалмах Давида в 109-м псалме 4-й стих гласит такое, «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Вот таким вот священником был Иисус Христос. И наш новый мессия, он также будет подобен, и он будет не просто священником, это будет священник-царь, поскольку Мелхиседек был царем-священником. И он отличался от первосвященника Аруном как раз тем, что это был не просто священник из колена Левина, а был царь-священник. То есть он был и управленец, и вот такое вот духовное лицо. И вы понимаете, что это, конечно, личность, заслуживающая уважения. Если он сможет сочетать в себе вот такие качества, то было бы превосходно. Но для того, чтобы понять более глубже, кто такой Мелхиседек, нужно немножко знать об этой личности. Это был царь Салимский, и это был священник истинный, это была духовная личность, развитая личность. И в переводе вот это слово обозначает Мелхи – мой царь, а Сидек – справедливость. То есть это был справедливый царь. И сам Авраам приходил и просил у него благословения. И Мелхиседек благословила Авраама. Вот какие цитаты есть о Мессии. Первая книга царств, 35-36 стих. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым. Его дом молитвы. И он будет ходить перед помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет, кланится ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет, причисли меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание». О чем говорит эта цитата? Она говорит о том, что наши священники на сегодня не соответствуют вот тому священнику, который придет по чему Мелхиседека. И они будут просить у него любой должности, но только чтобы быть при этом в доме молитвы. А почему? Да потому что они на сегодня искажают Писание, они искажают, собственно, суть дома молитвы. И о том, что храм Единого Бога будет домом молитвы, говорят многие цитаты. Зачитаю вот лучшие из них. Исайя, глава 56, стих 7. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Ну, естественно, если этот дом молитвы будет единого Бога, Творца, то все народы соберутся в этом доме. И это будет действительно место, где будут собираться истинно верующие люди. Ну, мне хотелось бы поговорить с вами об истинном богослужении. Дело в том, что на сегодня, когда заходишь в наши храмы, то ощущаешь себя настолько некомфортно. Некомфортно от того, что очень много ритуалек, и очень много язычества во всем. И хотелось бы просто вот воздуха не хватает вот этой чистоты, не хватает света в храмах. Я не говорю сейчас о свечах, я говорю о духовном состоянии тех людей, которые там находятся. Когда заходишь в храм, то ощущаешь, что эти люди пребывают в скорби. Они не испытывают радости, в них нет позитива, они не светятся от счастья. Дело в том, что они до сих пор скорбят по поводу того, что Иисус был распят, но они не понимают, что Он уже воскрес, и что нужно радоваться этому. И они забывают о Боге Отце, и они не говорят Ему спасибо, они не говорят Ему люблю. Они увлечены вот этой вот ритуальной своей миссией, которую они совершают на территории храма. Вот эти вот культовые личности, которые присутствуют на иконах, да, я понимаю, что это святые люди, но зачем вам нужны вот эти посредники, если есть видимый Бог, который присутствует в каждом из нас? И мне бы хотелось, чтобы до вас это дошло. И о вашем вот этом светлом состоянии в храме мне бы хотелось поговорить. Молитва должна быть искренней, молитва должна быть в радости. Только такая молитва на позитиве принесет какой-то эффект. И об этом говорят многие цитаты, но, к сожалению, об этих цитатах не говорят наши проповедники. Я вам сегодня зачитаю вот эти тексты, послание к Филиппе Ницам, глава 4, стих 6, 4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «радуйтесь». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вы видите, здесь говорится о радости, здесь не говорится о скорби. И еще первое послание к Фиме Стемлянам, глава 5, стих 16. «Всегда радуйтесь». Стих 16, 18. «Непрестанно молитесь, за все благодарите». Дело в том, что печаль, она не нужна. Конечно, бывают минуты, которые, когда человек пребывает в печали, но уходите от этого. Итак, я хочу зачитать вам второе послание к Каринфинянам, глава 7, стих 10. «Печаль мирская производит смерть. Не убивайте себя молитвой, не приносите молитву в скорби, в той, которой вы пребываете, когда вы думаете об Иисусе». Следующее, значит, послание к Римлянам, глава 12, стих 15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущимися». Сера, глава 35, стих 7 и 8. «Веселым оком прославляй Господа и не умоляй начатков трудов своих. При всяком даре имей лицо веселое, что бы ни было у вас в душе, всегда Господу приходите с радостью, потому что Он ждет от вас именно этого. Он с радостью сотворял мир, Он с радостью творил, с любовью Своего творения. И поскольку мы ими являемся, то Он ждет от нас в первую очередь вот этой радости, вот эта благодать, которая от вас исходит, она должна быть радостной. И вы получите взамен еще больше. Вы начнете духовно себя созидать в радости, творя молитву. Еще мне хочется поговорить о многословии. Мне не нравится, что службы проходят вот в таком речитативе, что очень много молитв. Достаточно минимума слов. Конечно, священники вот этими молитвами прикрывают свою основную миссию. Они должны проповедовать Слово Божие. Ну, к сожалению, служба сводится на том, что проговариваются тексты, и это совершенно не нужно. Я уже неоднократно об этом говорила. Сегодня зачитаю вот еще цитаты на эту тему. Благовествование от Матвея, глава 6 стих 7. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословию будут услышаны. 8 стих. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете на жду прежде вашего прошения у него. И у Экклезиаста тоже есть подобная цитата, глава 5 стих 1. «Сы слова твои, да будут немногие». Вы знаете, мне кажется, достаточно молитвы богов. Не забывайте эту фразу. Я тебя люблю. И я думаю, что богу этого будет достаточно. И говорите это с радостью. И нашему богу-творцу, и друг другу. Всего вам добра. Спасибо.